Вон, красава, красава, красава! Вышел! А пешеходы ходят по воде. Давай, поехали, ныряй! Давай, водолазы вперёд! Чё, переплыл? Красавчик! Сразу видно, человек домой хочет. Вот так теперь до дома добираться вынуждены несколько тысяч человек. Ещё недавно они ездили по этому мосту. Начал подъезжать уже ко второму пролёту, затормозил, и подо мной рухнула свалька. И нам пришлось лететь вот мордой вниз. На этих кадрах видно, куда спекировала машина Александра Шила. Хорошо, что никто не пострадал. Машина одна внизу. Офигеть! Метр вперёд или метр назад, и Александр бы считал свои переломы, а не стоимость ремонта. Бампера нет, вон фары все повылетали. На встречу Александру ехал грузовик Алексея Конева. Он успел выехать с моста. Когда вы поняли, что что-то не то? Когда посмотрел в зеркало заднего вида. Потому что когда полуприцеп мой уже оказался в провале. Мост рухнул 23 февраля. Очень не кстати для местных чиновников. Видимо, поэтому первое время люди наводили мосты сами, как могли. Покидали досточки. Люди ходили по этим жерточкам. Перебирались по верёвочкам. Ой-ой-ой-ой-ой. Трещина пошла. Потом, конечно, переправу сделали. Но её тут же смыла река. И автомобилисты поплыли. Кто по грязи, кто по воде. Не то что лужа здесь. Речка. Огромнейшая речка. Вот здесь прям по капот воды. Если честно, я что-то очкую. Ехали. Если бы не Дмитрий Золотарёв, у рухнувшего моста была бы и первая жертва. На глазах у бывшего школьного физрука мужчина упал в воду. А он у Тони сейчас. И там никого. Чего они? Ну, экскаватор. Экскаватором вытаскивать? Под плитой аж проплыл. А там может зацепиться за какую-нибудь коряку. Дмитрий единственный, кто бросился в ледяную воду. Если бы он меня снес, вместе бы поплыли. Потому что на ноги встать тоже невозможно. Если бы на этом месте была нормальная переправа, спасать бы никого не пришлось. Когда еще мост завалился, его до сих пор не могут даже переправу сделать нормальную. Это правильно. А вот когда чиновники уезжают, что происходит? Они что, становятся вот и вот сидят вот. Трактор только стоял. Вот вы подъехали, он стал работать. Хоть что-то. А вот он. Вот даже без беда. Дорожников, которые так любят работать на показ, долго искать не надо. Вот они сидят, чаи гоняют. Местные жители жалуются. Говорят, чиновники приехали, вы работаете. Чиновники уехали, у вас обед. И что? Простой рабочий Виталя, видимо, по простоте душевной, объяснил, почему до сих пор нет нормальной переправы. Хоть что-то, видите, сделали. За три недели. Хоть что-то. Каких три недели мы с пятого числа сюда приехали? А давай тут вообще никто не живет. У дорожников обед, у пассажиров физкультура, то есть пересадка. С чемоданами и сумками по насыпи с одного берега на другой, от одного автобуса к другому. То есть люди каждый день вынуждены... Это еще ладно, что мы тут сейчас идем, а то на лодках по два человека, погрязи, он там еле не спустится. Главный дорожник Приморского края Александр Шпора о бедах простых людей узнал якобы только от нашей съемочной группы. К сожалению, не могу сказать, почему сотрудники Примавтодора в это время пили чай. Я хочу понять, почему в вине мамочки с детьми, бабушки, дедушки, да, нужно карабкаться по этим кирпичам и булыжникам. Кто виноват? Я думаю, что дополнительно мы усилим контроль за их работой. Видимо, Шпоры сейчас дела посерьезней. Его уже приглашали на беседу в Следственный комитет. Там, кстати, возбудили уголовное дело о халатности. Это все, что осталось от моста, по которому каждый день проходили и проезжали тысячи человек. Чиновники почему-то посчитали, что мост в прекрасном состоянии. А для того, чтобы местные жители и автомобилисты не волновались, здесь просто положили новый асфальт и покрасили перила. Только косметический ремонт, в принципе, получили. Чтобы было все красиво. Да, просто сам, косметический ремонт. Сейчас вот прекрасно, сами видите. О том, что мост на Ладан дышит, знали все местные жители. Не видели этого только специалисты дорожного хозяйства. Мост был в неудовлетворительном состоянии, но аварийным он у нас не являлся. Там же хлюпость какая. Вон, смотрите, доски висят. Вот эти балки, уже две эти балки, были прогнуты так, вот как вон ту балку вот видно. Три года назад уже. То есть он был уже тогда аварийным. В обрушении моста дорожники обвиняют водителя грузовика Алексея Конева. Перегруз у вас был или нет? Нет, перегруза не было. Я за собой вины, по крайней мере, я не чувствовал. Вес транспортного средства составлял порядка 40 тонн. Водителя не оправдывает. Вы скажете, почему выставляют такие мосты хрупкие? Вообще в Приморском крае мостов порядка 1600. И 70% из них были построены до середины 80-х годов. Следователи считают, добили мост и грузовики, и почтенный возраст. По предварительному заключению специалистов, одной из причин разрушения моста стали нарушения при его возведении, а также превышение допустимой нагрузки на балки пролетов. Пока следователи разбираются, легковушки пашут эту целину. А большегрузы и автобусы теперь отправляют в объезд за 240 километров от моста. Вот так вот ходит ходуном еще один совершенно неаварийный мост. Это объездная дорога, и именно здесь вынуждены ездить автомобилисты, которые не хотят месить грязь в полях. Главное, чтобы этот ржавый пролет простоял хотя бы года два. А там уже чиновники обещают построить на месте рухнувшего моста новый. Лучше старого и, конечно, с красивыми перилами.